Фонтанки.ру 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 Я думаю, что это у нас средства массовой информации всегда больше подают факты, которые несут в себе элемент неожиданности. Что-то жареное? Ну, почему нет, это так оно и есть в действительности. Хорошо. Насколько там в среде представителей органов исполнительной власти обсуждаются, мы беседовали сегодня с представителями бизнеса, которые там действительно утверждают, что соглашаются, что это в общем тема для светских разговоров. В условной курилке обсуждают ли представители власти, потому что курение вред, тот или иной новостной сюжет, связанный с силовиками? Ну, я думаю, что как сам факт произошедшего, возможно, обсуждает, но лично я не обсуждаю, я просто негативно к этому отношусь, потому что я считаю, человек, пришедший во власть, это человек должен быть ответственным, системным и работать в интересах дела, которому он представлен, на которое он поставлен. А не болтать. Совершенно верно. Я это делал на протяжении шести лет, будучи мэром Выборга и Выборгского района, восьми лет первым вице-губернатором Ленинградской области, семи лет руководителем федеральной службы по надзору в сфере природопользования, ну и сейчас то же самое. А до этого 22 года служба погранвойска, которые закалили меня уверенностью в том, что надо делать государево дело. Так мы практически с отставным силовиком беседуем сейчас. По многому. С отставным силовиком с 22-летним стажем. Владимир Владимирович, а у вас есть личные знакомые, с кем вы поддерживаете? Ну, то есть это глупый вопрос, их у вас много, да? Есть ли там кто-то, кто вам особенно близок, с кем вы поддерживаете отношения, общаетесь там, смс-ками? Ну, во-первых, со всеми коллегами, с которыми я служил, я поддерживаю связи. Более того, когда я руководил федеральной службой, у меня многие пограничники в данном случае, они работали в данной структуре и в Калининграде, и в Ярославле, и во многих других субъектах Российской Федерации, и в Санкт-Петербурге. И я должен сказать, что работали ответственно и хорошо. Ну, это замечательно. Мы всем нашим собеседникам задаем сегодня этот вопрос. Понятно, что в предновогоднюю пору хочется иногда позволить такую смелость себе, как шутка. Мы спрашивали представителей бизнеса, есть ли у них вот этот условный тревожный чемоданчик, который они всегда, если что, готовы взять, как женщина, на третьем триместре и поехать в роддом. Есть ли там такой тревожный чемоданчик, например, у вас? Ну, я вам честно отвечу, такого тревожного чемоданчика у меня нет, но я могу сказать только одно, что от судьбы и от тюрьмы никогда не зарекайся. Потому что, ну, жизнь, она по-всякому может повернуться. Поэтому, но чемоданчик у меня, если речь идет о нем, то у меня его нет. Я думаю, что... У меня есть тревожный чемоданчик на случай, когда поднимается по тревоге, на случай, когда встретить надо друзей. Вот, у меня всегда... А что в этом тревожном чемоданчике, когда нужно встретить друзей? Ну, все, что необходимо. Замечательно. Слушайте, из УС вице-губернатора в предновогоднюю пору, мне кажется, сложно лучше придумать точки для беседы. Владимир Владимирович, спасибо вам большое за то, что вы нашли эти пять минут для нас. Пожалуйста. Спасибо. А я вас и ваших всех, кто вас слушает, поздравляю с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья и любви. Счастья, здоровья и любви.